Парни и нравы 90-х. Раздел текущая. Начал писать заметку, отвлекся. Обращение Владимира Путина расклад подтвердило. Наблюдаемые действия ЧВК, мятеж в военное время с соответствующим отношениям и последствиями для участников. Предпосылки просты. Долгие попытки переформатировать пространство, правила игры под себя методами 90-х годов, что не имело шансов. Для понимания этих методов и психологии можно почитать про Малышевскую ОПГ в Питере, Кумарина или вспомнить сериал «Бандитский Петербург». Наиболее одиозных проводили на тот свет в начале нулевых. Выстрел из винтовки с полутора километров. Понятный почерк. Кто поумнее, вовремя отошел от откровенного криминала или уехал из страны. Это для понимания атмосферы и культуры. Времена изменились. Ранее допустимое перестало таковым быть. Возвращаясь к Евгению Пригожину, он пробовал изменить правила игры привычным способом, не понимая всей картины, сложности и последствий, используя методы из других областей. Не вышло. Его технично и спокойно отодвигали отдел. Это он видел, наговорил много лишнего, сделав еще хуже и решил пойти ва-банк. Оптимальный для него вариант – коридор ему и всем желающим в Африку и запрет на возвращение на 10-15 лет или до амнистии. Рядовому составу перевод на контракт и амнистия. Исходя из общей обстановки, кураторов и связанных ждет зачистка. Не моментальная, но черная метка выдана. Обратите внимание, изначальные союзники Евгения Пригожина в борьбе за власть уже несколько месяцев от него очень активно дистанцируются. Для успеха мятежа нужна массовая поддержка населения и военными, чего нет даже близко. Не нужно судить по истеричным крикам телеграм-каналам. На фоне успешного отражения контрнаступления киевского режима личные амбиции и мотивы более чем видны и понятны. И да, забавно было наблюдать рассуждения про орденские структуры, служение, самоотречение и так далее. Немного понимая психологию, звучало это все очень странно.